всем привет с вами катя рада вас читать сегодня мы с вами пробежимся по страдивариусу одним глазком посмотрим на пол имбир и подробнее остановимся на зары ее верхней одежде спасибо что в очередной раз заглянули ко мне на канал а новым зрителям добро пожаловать приятного просмотра и так страдивариус напомню это испанский бренд принадлежащий компании intitex грубо говоря младший брат за следовательно качество среднее ниже среднего преимущественно искусственные материалы иногда можно найти неплохие варианты ориентируются бренд в основном на молодых девушку который не такие жесткие запросы на качество и важнее актуальность и модность вещи поэтому чисто визуально может эти вещи смотрятся неплохо но их способность таким составом недолгомечна еще раз хочу сказать что в любом магазине можно найти классные вещи поэтому на самом деле не все так печально но у нас это не все так печально не driftает и не все так печально не спрашивая вот например такие джинсы с разрезами снизу я показывала подобные заре причем стоят они также 3000 рублей можно также обратить свое внимание на дутые сумки которых достаточное количество представлено в страдивариусе для любителей мелкого барахлишка чего только не найти мини сумочки для телефонов косметички различные плана блокноты кошелечки глаза разбегать а мне приглянулись меховые резиночки переходим в поломбе в этом бренде я люблю джинсы толстовки также можно найти хлопковые футболки неплохие на данный момент там представлены ставшие так актуально популярно в этом году костюмы толстовка джоггеры симпатичная расцветка например у кардигана но он из синтетики в коллекциях много светлых оттенков я в этом году также полюбила светлые цвета в зимнем гардеробе кстати подписывайтесь на мой инстаграм там я выкладываю свои образы а мы переходим в зара прям такой рыжий рыжий цвет у этих сапог подошвы не такая объемная натуральная кожа но не без меха неплохо смотрится так еще одни ботинки из натуральной кожи 8000 рублей в прошлом влоге я вам показывала бежевого цвета они намного стильнее смотрятся эффектнее эти на любители такой цвет последнее время мне не нравится такой ярко насыщенный рыжий коричневый но это дело вкус опять таки предпочтений на мой взгляд они смотрятся топорно что ли есть еще вот такие ботинки с пряжкой золотая фурнитура натуральная кожа шнуровка спереди стоит тоже 8000 рублей вот такие лакированные ботильоны носки прикольный каблучок они конечно же не из натурального лака стоит 4 белые сапоги вернее цветы крю я вам показывала черные сапоги такие же теперь они появились в белом цвете черная подошва хочу напомнить что здесь кошина голенища мне не подошла высота голенища и вот здесь немножко было трудновато пройти ноги так в принципе тоже неплохие сапожки такие еще сапоги с острым носом 12000 натуральная кожа темно-темно-красное дерево до нас дошла вот эта шутка в таком серо-коричневом цвете цвет потрясающе просто очень стильно выглядит дорого-богато хочу напомнить что нам не размер крем и он достаточно такой не объемный вообще эта модель на лоне так что если вы хотите по объемней такой комплекции как я можно с легкостью брать даже так следующая куртка так называемая куртка одеяло на мне размер xs смотрите какой объемный рассказывал вот такие я сначала когда надевала подумала укороченная рукава на самом деле нет здесь на манжетах кнопки можно его затягивать здесь пояс такой он очень такой воздушный не сказать что толстенький но что-то там пишут что он прям греет хорошо я не удивлюсь что это так если шерсти или кашемира надеть свитерами так все будет очень тепло капюшон ой какой объемный капюшон смотрите и сейчас я вытянул пояс посмотрим как будет вот таким образом смотрится пуховик если завязать пояс достаточно интересная такая куртка висела невзрачная когда надеваешь интересно смотрится ширину манжета можно регулировать здесь две кнопочки это декоративная такая и получать я вот расстегнула и вот такой ширины дать какой он широкий к его подкинешь и он будет летать также его можно носить вот таким образом а вот эта кофточка как раз из-за разряда ожидания реальность я впервые увидела ее на сайте мне она показалась очень милой она и в принципе так мило сочетание цветов очень классная в итоге все-таки состав сыграл злую шутку смотрится дешево потому что здесь в основном синтетика короче говоря что то пошло не так бриллиантовые пуговицы лучше чем в h&m и сложно застегивать и они постоянно цепляют трикотаж покажу как мило выглядело это на сайте так что не советую к сожалению понравился мне цвет и фактура этих брюк на эластичная резинка как заявлено не захотела меня принять поэтому примерка не состоялась вообще это костюм довольно интересный пиджак не обнаружила переходим к примерке курток в целом есть неплохие варианты я про них обязательно расскажу первая куртка шоколадного цвета из эко кожи короткая стеганая вот такая куртка но скорее всего на европейскую зиму потому что она совсем тоненькая 8000 куртка лимитированная коллекция на мне размер l и судя по всему это маломерка хорошее качество в жизни выглядит даже лучше чем на экране черное мне понравился материал такой интересный переливающийся но это не бархат хотя могло показаться и так толстая это конечно не пуховик как назвала ее зара это просто куртка которая выдерживает температуру до минус 15 и это хорошо на примерке размер xs далее удлиненная куртка светлая из эко кожи с капюшоном боковыми молниями по низу не впечатлило для меня он выглядит не стильно переходим к более зимнему варианту куртки она представлена в двух расцветках белый и черный с таким большим капюшоном мех отстегивается внутри подкладка из искусственного меха может выдержать мороз до минус 20 и Серая укороченная куртка довольно неплохая, единственно меня смущают манжеты на резинке. На мой взгляд эта деталь удешевляет в целом вид куртки. Вот она, вот она рыба моей мечты, я шучу, но курткой вправду мне очень понравилось. На мой рост метр семьдесят один, она чуть ниже колена. Вот это как раз пуховик, наполнитель пух-перо, отстегивающийся капюшон, это еще один плюс. Можно подчеркнуть талию с помощью встроенной контрастной функции, если вы понимаете о чем я. А это куртка, как одна маленькая девочка пришла в магазин и говорила Мам, мам, ну купи вот эту тлутлу, купи мне вот эту тлутлу. Каждый раз мне хочется сказать не куртка, а тлутла. Итак, это куртка в размере XXL. В принципе, я бы такую носила. Идеально тепло гулять в любую погоду, от нуля до минусности. Единственное, в этом свете материал поблескивает на любителя наполнитель. Пух-перо. Белая прорезиненная куртка, на мне размер L. Хороший качественный материал для тех, кто не боится увидеть на этой куртке любого рода микрозагрязнение. И носки, они будут, уверяю вас. Розовое блестящее чудо я бы оставила дальше чудить в магазине вместе с сестрой-близнецом в синем цвете. Розовое блестящее чудо. Розовое блестящее чудо. Розовое блестящее чудо. актуальный крой мне нравится что спинка чуть удлинена для нашей весны осени и вторая куртка которая мне приглянулась но люблю я укороченные модели тем более они мне идут вот такая бежевая толстенькая стильненькая курточка также прорезиненный материал греет до минус 15 ах да чуть не забыла пишите какая тлутла вам приглянулась вот такая кофта со высоким горлом и брюки широкие на резинке так а мне понравились вот эти из микро вельвета они на резинке сейчас посмотрим состав так но состав хлопок плестер эластан в принципе неплохо а кстати снизу вот такие резинки хорошенькие штанишки какой размер или здесь очень популярны сейчас вот такие сумки как раз для сезона осень зима из вельвета я уже показывал вам такие сумки и боже и в джинси настало время вельвета объемный такой шоппер из искусственной кожи классно смотрится интересно вот эта сумка дешево смотрится в жизни такая хлебенькая чисто на фотографии хорошо она будет смотреться лишь а нам нужны вещи для жизни не для фотографий смотрите какие симпатичные брюхи они такого фиалкового цвета это хлопок и крупный такой вельвет очень много костюмчиков из такого вельвета есть крупные есть помельче вот это например кофта с плестер и хлопок 32 процента хлопка такой серый меланж тоже симпатичная кофточка укороченная и такие джоггеры на резинке внизу тоже кстати классненький к расслабленной смотрите вот такие билеты есть составе 8 процентов шерсти остального акрил нейлон полиэстер черный и светло-бежевый ну и аксессуары вот эти мне нравятся вот эти тоже неплохие розовый свитер набрал насыщенности новый дроп свитеров у меня в арсенале нежно-розовый такой думаю вы помните и давайте немного пройдемся по праздничной коллекции интересно для кого-то она актуальна вы собираетесь покупать себе наряд на новый год будет интересно почитать а и 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 бархат, пайетки, шелк, сатин. Меняются лишь фасоны, и то не всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели, подписались и поставили пальчик вверх. Мне так приятно. Скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok